До недавнего времени заправлять настроениями в парфюмерном мире выпадало на долю модных домов, деятельность которых немыслима без собственного аромата. Сегодня, когда в цене индивидуальность любители парфюма А хотят аромата исключительного и мало кому знакомого, и Б не переплачивать за громкое имя дизайнера на флаконе. В угоду таким желаниям все больше стало появляться нишевых марок, а также стали крепкнуть российские производители. Так дела обстоят у последних, рассказывали на парфюмерно-косметическом бизнес-конгрессе, организатором которого выступила российская компания «Сиэль Парфюм». Мы все активно говорили про импортозамещение, это говорится с экрана телевизора очень активно. Мы как раз тот самый яркий представитель, который, во-первых, всегда этим занимался, а сейчас мы получаем дополнительные возможности, такие морально-психологические. Сейчас потребитель больше поворачивается в нашу сторону, потому что люди уже за годы такие хорошие, сытные жизни привыкли к хорошему качеству, и теперь люди хотят и требуют хорошего качества, но стали очень внимательно относиться к ценам, и сейчас вот рынок прям в нашу пользу, когда мы можем за средние деньги, я не говорю, что это очень дешево, потому что мы понимаем, что у людей есть разные финансовые возможности, и мы можем получить качество близко к премиальному клюксу, но, конечно же, потребитель делает, голосует своим пешком, выбирая нашу продукцию. Преимущество компаний, работающих с российским рынком, это возможность учитывать особенности предпочтений жителей нашей страны. Я могу сказать, что все больше становятся популярными унисекс-ароматы, и мало какие страны могут противостоять этому. Но в вашей стране женщины по сей день хотят аромат только для нее, чтобы он был очень женственный, очень красивый и очень нежный. А мужчина, соответственно, хочет аромат, который придаст ему мужественности и твердости в характере. Ароматы унисекс у вас не получают такого распространения, как в других странах. Менталитет советских женщин, бывший советский, российский, и женщин, выросших на этой земле, это предпочтение ярких, насыщенных ароматов. Потому что любой аромат – это отражение внутренней сущности человека. А души наших женщин, они очень красивые, они очень нежные, они очень заботливые, они очень внимательные, они любвеобильные, они обожают детей. То есть вот это все, учитывая ароматы, в гурманных нотах, в молочных нотах, в предпочтении ярких, очень много цветочных мязов, очень много альдегидных оттенков, которые создают оттенки унистра. И от того, что Франция веками была лидером в производстве быков, без ее влияния не обойтись и в наши дни. Но с помощью импортируемого сырья наши парфюмеры могут создавать свои ароматические композиции. В час, в рамках компании «Сель» у меня должна быть целая серия ароматов. Под общим названием «Парфюм, ты фаум, запах женщины». В нем будет, в каждом аромате будет отражаться какая-то грань женской натуры. И это будет целая коллекция, которая отразит жизнь современной женщины. И, скорее всего, количество счастливых женщин, ну, по каким-то планерам, количество счастливых женщин должно снова выноситься. Российские парфюмеры вместе с французскими парфюмерами могут создать не менее интересную продукцию. И я очень хочу и всегда хотела, чтобы российские женщины гордились российской парфюмерией, которая нисколечки не хуже зарубежной, а в каких-то моментах и лучше. Вообще, я считаю, что страна должна создавать свои продукты, создавать что-то свое. И, собственно, этим мы и должны гордиться. Мы должны гордиться тем, что мы можем делать хорошие вещи, этим пользоваться с удовольствием. Сегодня, чтобы получать все самое лучшее касательно одежды, продуктов, косметики или парфюма, необходимо не только во многом разбираться, но и быть открытым к новым маркам, именам и даже менять привычки. Ну и, конечно, не будет лишним в процессе и получать от этого удовольствие, из которого и складывается качество жизни. Субтитры создавал DimaTorzok